Всем респект, с вами Физпект. Самое популярное видео на моем канале это прокачка Windows 10, больше 2 миллионов просмотров и неудивительно, что много людей требует продолжения. К моему и вашему сожалению прокачивать больше нечего, а недавно вышло Windows 11 и я подумал вот он глоток свежего воздуха, но к сожалению, кардинально нового ничего не добавили и все что было применимо к Windows 10 применимо и к 11 винде. Но Физпект не расстраивается, на фоне обсуждения 11 винды в телеграме с подписчиками я узнал, что много людей просто пользуются убогими программами, которые вообще не понятно почему установлены на вашем компьютере. Программы, которые на первый взгляд могут показаться супер удобными и полезными, которые помогают вашему компьютеру работать лучше на деле, это полное говно, которое вообще нужно срочно удалять. Антивирусы, оптимизаторы, архиваторы, торренты и много чего еще, сегодня я помогу вам определиться, что нужно срочно удалить и чем лучше всего заменить. Сегодня мы улучшим и оптимизируем вашу Windows установкой или удаление правильного софта. Тема может показаться не очень важной, но поверьте, видос получится очень познавательным и в конце видео обязательно скажите спасибо и узнаете много чего нового. Поэтому я надеюсь вы взяли уже что-нибудь очень вкусненькое, ведь мы начинаем. Это реклама, короче. Лолл Стим Маркет, лучшая площадка для продажи и покупки игровых аккаунтов. Хочешь купить КСГО с правилом за 90 рублей или PUBG за 100? Регистрируйся на сайте и пополняй баланс и покупай. А может ты хочешь продать свой аккаунт? Все товары проверяются ботом, Лолл Стим дает вам гарантию на весь ассортимент. Тут продаются тысячи аккаунтов ежедневно, попробуй ты. Ссылка в описании. Начать я хочу с самой, наверное, неприятной темы, это браузеры. Потому что Яндекс Браузер и Opera GX это худшие браузеры и если вы ими пользуетесь, прошу вас не обижаться, а просто меня послушать. Начнем, пожалуй, с самого банального. Оба этих браузера работают на движке хромом, то есть глобально в плане кода они ничем не отличаются по скорости от Google Chrome. Яндекс Браузер скатился уже в что-то наподобие Amiga, если вы понимаете о чем я. При установке просят установить кучу бесполезного софта, который вам вообще не нужен, только нагружает вашу систему. Сам же браузер представляет из себя тупо Google Chrome, который напичкан кучами функций, которые тормозят скорость работы браузера. Яндекс Дзен, где постоянно пихают провластные новости, интерфейс, который загораживает просто рабочую область браузера. Куча, просто тонны рекламы и мой самый любимый голосовой помощник Алиса, который постоянно висит фоном и нагружает ресурсы вашего ПК, а также ФСБшники, которые вас постоянно прослушают, передают вам пламенный привет. В общем, если вы хотите получить более худшую версию Google Chrome, Яндекс Браузер это ваш выбор, но я советую вам его удалить. Так же как и Оперу Джейк, здесь говорить вообще нечего, это просто рекламное говно, которое навязали вам блогеры, типа игровой браузер. На самом деле там из функций нету ничего полезного. Убогий интерфейс, убогий дизайн, убогое звуковое сопровождение при печатании, все убого. Ну и самое мое любимое, ограничение ресурсов потребления браузером вашего интернета, оперативки и центрального процессора. Настолько юзал из функций, насколько можно представить. Чтобы загрузить ту или иную страницу, вы в любом случае потратите одинаковое количество ресурсов. И не важно, насколько долго вы его растянете, ограничивая себе скорость браузера. Единственная причина, по которой можно было пользоваться этим калом, это бесплатный VPN, который сейчас тупо выпилили. Его там нету, так что никаких плюсов у этого браузера сейчас нету. Какие же альтернативы я тогда предлагаю? Если вы хотите пользоваться браузером на движке Chromium, тогда тупо скачивайте Google Chrome, и никакие проблемы не знаете. Но я предлагаю вариант получше. Firefox. Самый быстрый браузер, open source. Его разрабатывают энтузиазмы, чтобы людям было хорошо, а не как Google Chrome для зарабатывания денег. Отличные расширения, скорость, минималистичный интерфейс. В этом браузере нету минусов, он самый лучший. Настоятельно рекомендую установить именно Firefox, и через пару месяцев, когда вы привыкнете и заметите все его плюсы, написать мне в комментариях, насколько я вам помог и перевел вас на светлую сторону. А мы идем дальше, и так как я затронул тему VPN, давайте с ней и закончим. Не существует хороших бесплатных VPN сервисов. Абсолютно весь VPN, даже платный, ворует ваши данные. Попытаюсь объяснить максимально просто и кратко. Абсолютно все данные, что вы вводите, подключившись к VPN, переходят к третьим лицам. Например, залогинился ты вконтакте, твой логин и пароль, и соответственно твои кубки файлы отправились к какому-то непонятному человеку, третьему лицу. Использование VPN одна из главных причин кражи ваших аккаунтов, потому что все пакеты, которые проходят через ваш интернет, передаются непонятно куда, и куда они потом продаются, и кто потом с ними работает. Возможно, ты сейчас скажешь, но я же использовал VPN, и ни один аккаунт у меня не украли. Да все потому, что ты никому не нужен, ты очень мало стоишь на черном рынке, но шальная пуля может попасть и в тебя, если захотят продать аккаунты ВКонтакте с активной страничкой за 9 рублей. Так что настоятельно рекомендую прямо сейчас удалить все свои VPN, не использовать их и поменять везде пароли, так ты себя обезопасишь от взлома и кражи. А мы идем дальше, и прямо сейчас удали все свои антивирусы, если они у тебя имеются, потому что это прошлый век, сейчас они не работают. Встроенный Windows Defender справляется с задачей обнаружения вируса гораздо лучше, чем любой антивирусник, который ты можешь скачать. К тому же, хакеры они пальцем деланы, если реально именно ты цель для взлома, никакой антивирусник тебе и не поможет. Почему же антивирусы вредят твоему компьютеру? Потому что находясь у тебя на ПК, они постоянно фоном проверяют файлы, они нагружают твой компьютер. Очень много историй, где антивирус сам устанавливает вирус на твой компьютер, чтобы потом его якобы излечить, чтобы сделать вид своей полезности. Это вообще кринж. К тому же, сам процесс обнаружения вируса не такая уж и сложная задача, можно просто загрузить на сайт VirusTotal любой файл, и он тебе скажет, что в нем внутри. Это я к тому, что не стоит думать, что стандартный защитник Windows хуже, чем какие-нибудь там Касперские или Авасты. А вот чем он реально, лучше так тем, что не нагружает ваш ПК, не заражает вас специально вирусами, не пичкает вам кучу рекламы и не стоит денег, блин. Поэтому как можно быстрее сносите все свои антивирусники, а лучше поменяйте Windows, где его не будет. Потому что были инциденты, где антивирусники именно во время удаления пихали вам вирус. Живите теперь с этим. А мы идем дальше с темой безопасности на тему реально кучерявой софтинки. Лайтшот. Если ты пользуешься этой программой для скриншотов, поздравляю, абсолютно все, что ты скриншотил на своем компьютере, сейчас доступно абсолютно всем людям в интернете. Как оказалось, это настолько плохая программа, что прямо на их сайте ты можешь просто поменять циферки и ввести разные коды и увидеть рандомные скриншоты рандомных людей. А если постараться, то можно вообще залезть в их базу и увидеть все скриншоты. Ну и просто начинайте фантазировать, насколько много интимок, насколько много всяких кодов, карточек было слито в интернет именно через эту прогу. Самая лучшая альтернатива это ShareRX, которая не сливает ваши данные, очевидно, а также имеет более гибкую настройку. О ней я уже рассказывал у себя на канале, поэтому не вижу смысла повторяться, но просто знайте, что это топ-1 программа для делания скриншотов. И никаких проблем у нее нету, она лучшая. Торренты. Каждый из нас ими хоть раз допользовался. И конечно же самая популярная программа это U-Torrent, вот это зеленое нечто. Первое, что бросается в глаза, почему эта программа плохая, это реклама казино. Я не хочу видеть рекламу казино, это незаконно, это плохо. Казино, фу. Но самое неприятное, то что скрывается от глаз большинства пользователей, это то, что U-Torrent устанавливает майнер на ваш компьютер, который майнит биткончики. Вроде как, сейчас они этим не занимаются, но раньше прецеденты точно были. И это уже неприятный осадочек. В общем, в любом случае, есть более лучший аналог, это Q-Bit Torrent. По своей логике, ничем не отличается от U-Torrentа, но нету рекламы. Опять же, open-source, как в случае с Firefox, ее разрабатывают энтузиазмой, чтобы людям было хорошо. Но также, естественно, код полностью открытый и никаких майнеров там нету и быть не может. Архиваторы. Так же, как и с Torrent, наверное, все ими пользовались. И если у тебя установлен WinRar, это большая ошибка. Самая первая очевидная причина, он платный. Конечно, можно скачать кряки, но я бы не рекомендовал. Опять же, непонятно, что в этих кряках зашито. Ты, конечно, можешь смириться с тем, что будет влезать постоянно вот это окошечко, его нужно будет закрывать. Или то, что интерфейс устаревший, но зачем, когда есть более лучший аналог 7-Zip. Опять же, как и в случае с Firefox, EQB Torrent, это open-source программа. Открытый код, все чисто, все гладко, для людей сделано. А мы идем дальше. Очищалки по типу C-Cleaner и подобная дресня, которая непонятно вообще, почему до сих пор существует и кто это вообще устанавливает. Как и в случае с антивирусами, где встроенный Defender справляется лучше, здесь также утилита справляется лучше с очищением вашего ПК, чем какие-то сторонние программы. Нажимаем WinR, вводим CleanMGR, если что сможете скопировать с описанием, далее выбираем диск, который хотим очистить и нажимаем очистить системные файлы. После завершения процесса очищаем еще все, что вам нужно. Вот она и вся ваша очистка, никакие C-Cleaner не нужны, зачем вам какая-то сторонняя программа, если штатная утилита Windows справляется с этим точно так же. То же самое могу сказать и про всякие оптимизаторы вашего Windows, которые якобы очищают оперативную память или разгружают центральный процессор. Открою вам большую тайну, в Майкрософте не дураки сидят, и если какой-то хакер с интернета смог создать программу, которая улучшает Windows, вы что серьезно в это верите? Любая компания просто молится на оптимизацию, уделяет этому кучу времени и бюджета, чтобы именно их ось работала стабильно, и никакой хакер Вася с интернета не сможет сделать так, чтобы ваша оперативка работала лучше. Самое банальное и очевидное доказательство того, что все это туфта является тем, что ты установил любую программу по оптимизации, и тебе предложат установить таймер, который будет допустим через каждые 5 минут очищать твою оперативку. Так вот, задаю вам логичный вопрос, а зачем это нужно? Да потому что она очищает оперативку, которая потом в любом случае подгрузится, и это очень вредно. Вместо того, чтобы какие-то важные процессы висели у вас постоянно фоном, вы делаете так, что вы очищаете их, а потом заново загружаете, то есть делаете перезапись и нагружаете оперативку еще больше тем, что вы их подгружаете, то есть это прямо вредит вашему компьютеру. Временная минутная оптимизация это лишь иллюзия какого-то улучшения, не стоит это устанавливать, это абсолютно бесполезные программы, оптимизация не работает. А теперь то, что ни в коем случае устанавливать не нужно, то, что прям очень плохо, и после установки этого только переустановка винды вам поможет. Драйвер, пак, солюшн, исчадие ада, программа, установив которую через минуту твой комп лишится ректальной целостности. В чем собственно прикол, раньше эта программа реально была хорошая, когда нужно было устанавливать драйвера на всякие свои штуки на компьютере вручную. Раньше ты скачивал эту прогу и надеялся, что все заработает, сейчас же, когда все драйвера подкачиваются автоматически, она не имеет никакого смысла. Просто для примера, недавно своей девушке купил графический планшет, скачали драйвер на графический планшет, и абсолютно при каждой установке новой винды я ставлю себе Nvidia Experience. Это все драйвера, которые вообще происходят в моей жизни последние 5 лет. Драйвер пак, солюшн, понимая это, начинает устанавливать на ваш комп рекламное месиво, чтобы хоть как-то заработать. По сути, это майнеры, вирусы, программы, которые портят ваш компьютер моментально. Ни в коем случае, никогда не устанавливайте эту программу, обходите ее стороной, а если она у вас есть, только переустановка винды вам, к сожалению, поможет. И после переустановки, все, что вам нужно сделать, это скачать драйвер на видеокарту, ну и, например, на графический планшет. Что еще нужно устанавливать из драйверов, я даже представить не могу, все винда подкачивает автоматически. Так как зашла тема про переустановку винды, вспоминаем вот эти вот приколы по типу отключения ненужных служб Windows, по типу Xbox и всего подобного. Тут я могу сказать, что если ты хочешь этим заниматься, занимайся, пожалуйста, но только вручную, через PowerShell отключая только те функции, которые ты знаешь, потому что все программы, которые за тебя это делают, встраивают майнеры, вирусы, трояны, в общем, все то, что ты не хочешь видеть на своем компьютере уж точно. Тем более после такой якобы оптимизации, которая толком-то ничего и не прибавит. Но если ты все-таки хочешь этим заниматься, то вручную, вспоминая ситуацию про Стаса и как просто, где он делал видео про улучшение Windows 10, настройки, которые он проводит. И там он рекомендовал от чистого сердца программу, которой сам пользовался, которой как раз-таки все эти службы ненужные и отключает. После чего оказалось, что в этой программе был зашит троян и майнер, после чего Стас видео удалил и извинился, респект ему за это, но это отличный показатель того, что все эти программы полная туфта. Поэтому никто не гарантирует, что во все эти программы по отключению ненужных служб потом не придет какое-нибудь обновление, которое просто угробит ваш компьютер и сворует себе пароли. Поэтому ни в коем случае их не устанавливайте, а если хотите этим заниматься, то уже третий раз, повторяю, сделайте это вручную. Перейдем к медиа-контенту, просмотров, видосиков, музычки и фотографий. Когда вышла 11-я винда, я сразу же себе ее поставил, и здесь сделано все гораздо лучше, чем в 10-ке, но все равно не дотягивает до того, что делают энтузиасты. Например, для просмотра фотографий тут получше программы Пикассо 3. Отличная навигация, приближение, отдаление фотографий, все сделано плавно, интуитивно, понятно. Ну и, как я знаю, тупо лучше нету аналогов. Реально, лучшая программа для просмотра фоточек. Видосиками все немного сложнее, так как идеальную программу я до сих пор не нашел. Мне очень важен минималистичный дизайн и возможность ставить на X2. И лучше, чем в VLC Media Player я пока ничего не нашел, так как мне нужно постоянно просматривать свой контент, и он работает максимально со всеми форматами. Также, если ты любитель посмотреть аниме, то можно скачать специальные контейнеры, где можно менять озвучку прямо в самом плеере. Ну и просмотр на X2, своего же отцентного материала, очень полезна для меня функция. Это не идеальный плеер, есть свои минусы в виде перегруженного интерфейса и не совсем удобной навигации. Но это явно лучше, чем стандартный виндовсовский проигрыватель, именно поэтому советую к установке. Microsoft Office. Если не пользуешься, то просто сносим. А если пользуешься, есть бесплатные аналоги в виде LibreOffice и OpenOffice. А крякать Microsoft Office никому не рекомендую. Опять же, можно подхватить вирусы. Эти аналоги ничем не уступают по функционалу, но есть еще более лучший вариант, если ты делаешь простенькие документы раз в полгода, это Google Документы. Например, так как я ютубер, у меня в видосах есть реклама и техническое задание по рекламе присылают мне именно в Google Документах. Поэтому это не просто какой-то браузерный аналог, а полноценный инструмент, с которым сейчас большинство людей работает. Поэтому, если вам не нужен Microsoft Office, сносите, заменяйте, либо пользуйтесь Google Документами, они прекрасны. Ну и напоследок, самая лучшая профилактика для вашей Windows, это полностью ее снести и поставить новую. Лично я переустанавливаю Windows каждые 2-3 месяца. Это конкретно мои приколы, заморочки, мне нравится, когда все чистенькое и новенькое. Вам так часто менять, естественно, не нужно. Но если вы не меняли Windows 2-3 года, уверен, у вас скопилась куча вот таких вот вредных программ, которые портят ваш компьютер, майнят, вирусы накидывают, пароли воруют и так далее. Поэтому лучше всего переустановить. Как я уже и говорил ранее, я перешел на 11-ю Windows сразу, как она вышла. Не бойтесь, ничего нового, все равно рано или поздно придется на нее перейти, так как десятка перестанет обновляться, как было и с семеркой. 11-я винда крутая, в ней сделано все лучше, чем в десятке, кроме этого сраного меню пуск. Рекомендации, зачем они здесь нужны? В общем, задумайтесь над тем, чтобы начать свою жизнь с чистого листа и установив чистую винду, установив только лучшие и чистые программы. Если под этим роликом соберется 30 тысяч лайков за неделю, я сделаю гайд, как установить 11-ю винду и как ее еще лучше прокачать, чтобы она была просто идеальной. А вы будьте все такими же классными и пользуйтесь только лучшими программами. Спасибо за просмотр, пока.